Играет музыка Играет музыка Играет музыка Привет, Салтая, привет Белова, земляки, так, я там жил в Ленинск-Кузнецке, Нижний Новгород, ух ты, Калуга, самая Россия, привет, Сафронов, Архангельская, ой, вот Михаил, как вам традно придется, я вообще не знаю, что там будет с этим Архангельским, Белая Ночи, да, но я бы, конечно, здесь спортивный интерес и там бы вырастил, но, по-моему, из тех, которые хороший заказ большой сделали, так, Шелепа, так, Курган, Казахстан, Сызрань, ну, это, конечно, винограда, ой, вот, за вас покоя у меня нету, планируешь, планируешь вебинар, потом, здрасте, так, Александрова, Ленинская область, а это, наверное, за границей, так, расскажите, как бороться с бактериальным ожогом груш, трехлетний дерево сгорело за неделю, так, деревья вообще сгорают-то не из-за бактериального ожога, бактериальный ожог, это следствие больного дерева, вот оно просто ему не жить, понимаете, когда оно начинает умирать, оно в чем-то это проявляется, это проявляется, это, у него листья начинают чернеть в прямом смысле, и тут же все говорят, бактериальный ожог, с ним надо бороться, нет, с ним уже не надо бороться, надо вырастить груши, которым, вот, по барабану эти самые ожоги, слово бактериальное, оно очень плохое слово, мы делим все заболевания с грибковыми и бактериальными, ну, мы, это я, Савинич, там, Сергей Железов, значит, немножко, это самое, нет, как бы, не хочется уходить в теорию, в общем, получается так, что здесь, как везде, перепутана причина со следствием, вот ей здесь, вы говорите, сгорел за неделю, ей здесь не жизнь, она изначально была, должна была погибнуть, изначально, вот, потому что, вместо этого, другой, кто-то мог бы назвать другую причину, но результат один и тот же, она просто погибла, у нее для этого существует несколько основных причин, сами понимаете, привитая, прививка не пошла, а на ослабленное дерево, бактериальный ожог, это, как бы, средство того, что дерево просто слабенькое, слабенькое, ему в чем-то выражается вот эта гибель уже, вот уже листья ожухнут, вот вам и бактериальный ожог, вот, допустим, такой пример, вот, а причина, там и биологическая несовместимость растет не там, где это, не, как-то, этот самый, гепатогенная зона, и не обязательно даже мороз может уничтожить дерево, совсем не обязательно, сырость может уничтожить грушу, вот, у меня к осени, его не назовешь бактериальный ожог, но на груши было смотреть страшно, я с радостью смотрел на абрикосы, и не берет ничего, ну ничего не берет, уже холодно, сыро, холодно, сыро, солнца нет, а груши покрылись эти паршой, да как покрылись, а был год, когда плоды невозможно было есть, так такая же осенью эти дожди, вот, а тут же, как же, позови любого специалиста, он тут же поставит диагноз, и пошлет у вас в магазин за такими катами, вот это мое мнение, причем я его абсолютно, то есть, это как люди вроде бы борются, и вроде бы что-то делают, а тут и рядом не делают, результат один тоже, причем чаще бывает наоборот, вот, не трожь ее, и она справится сама, а не справилась, не справилась, Тверь, на какой год абрикосы, может, косточки, на 4-й, 5-й, так, Московская область, что у меня возобновилось подключение к интернету, ага, добрый вечер, когда семена груз стоит на сертификацию, я ставлю все, ой, да мы сейчас, это, мы не успели, смотрите, сегодня ставить не надо, через неделю не надо, вообще в феврале не надо, это значит, что доживем до следующего вебинара, ну, мы вот серединку видели там по этому, где половинку от того, что я подготовил, они же как раз про сертификацию, но если говорить заранее, а только в последний раз на вебинаре, середина февраля для тех, кто будет высаживать в апреле, так, ладно, добрый вечер, здравствуйте, так, зимние прививки при каких температурах начинают делать, значит, во-первых, зимние прививки я не делаю принципиально, вот зимней прививкой подразумевается прививка за столом в теплом помещении, или, если уж точнее говорить, в прохладном помещении, достается саженец, прививается, потом, ну, это я не хочу вообще рассказывать всю технологию, вот, в общем, это делается обычно в феврале-марте, вот это имеет в виду зимняя прививка, вот, другое дело на улице, мне бы самое зимнее приходилось делать, например, ну, а же как, хочется успеть, так, а это штучное изделие, я больше сотни не мог, я ставил на колени, у меня ноги отекали так, что я потом ходить не мог, вот, я их вообще испортил этими прививками, но, бывало, подходит пора, а потом раз, зима вернулась, а время идет, а минус, а еще, бывало, снега нет, все каменное, прививаешь, бутылку накрываешь, и ветром сносит тут же, все, все проходилось, и получается так, вот, если у вас, допустим, у вас нет необходимости делать их сотнями, тысячами, это значит, что ориентируйтесь, как берется, заплачет, значит, прививайте, в это время прививка больше всего схватится, как ей надо схватиться, вот, уже обязательно, без искусства, потому что я, когда раньше прививаю, я немножко рискую, вот, позже, еще риск другой, чтобы, когда сокодвижение закончится, приживаемость опять хуже, есть оптимальное, этот самый процесс сокодвижения, он небольшой, берега заплачет, и вы заплачете, берега закончится плакать, значит, надо завязывать с прививками, так, ну, вот, теперь самый хитрый для меня вопрос, почему, я боюсь на такие вопросы отвечать, сейчас, в конце января, когда на улице, плюс 1,5, вот, вот, а надо ли сейчас прививать, вот ведь вопрос, потом все равно заморозки вернутся, вот, никуда не деньтесь, зачем лишний риск, зачем лишний, это, я знаю, случай, у меня единственный случай зимних, по-настоящему прививок, да еще, прямо в саду, не за столом, был в феврале месяце, когда я, на острове сад разводил, вот, и мне, так хотелось быстрее, так хотелось, я сделал две сотни прививок, в феврале месяце, была, вдруг вот теперь, мокрый снег, как сейчас помню, снега было мало, я разгреб его, на температурах, близко к нулю, была февраль, вот, я сделал две сотни прививок, после этого, про бутылки я туда не знаю, эти знаки знал, их еще не было продажи, этих пластиковых, только стеклянные были, вот, прошло немного времени, снег растаял полностью, ударил мороз, мороз был потом, в феврале 25 до 30, вот, и у меня большая часть прививок, просто-напросто погибла, поэтому моя энергия, именно к этим, а так как им все равно, настоящая весна, может быть, уже все поперепуталось так, что уже никогда не вернется, а вот так вот, представьте себе, что, будет как примерно, там, на Кипре, да, а вдруг, тогда можно, но мы этого не знаем, мы рискуем, а так придет обычно, средний, средний срок, допустим, на юге, это март, в Сибири, это апрель, самый скандал, в Сибири, май, вот и все, так, можно ли держать черенки в емкости, с водой на улице января, когда лед будет только на поверхности, нет, нельзя, напьется воды, и сгниет, все равно, лед-то на поверхности, а черенки в воде, сколько, ну, я держу не больше суток, ну, можно рисовать два, и то, в холодном помещении, да в темноте, чтобы, не дай бог, не просулись, только напились воды, все, мы ни в коем случае не тронулись в рост, а тут как, я вас не понимаю, в лед на поверхности, а в емкости подо льдом, вода булькает, черенок постоит, постоит, да изгниет там, а там вы выкручиваетесь, у вас нет места в холодильнике, у соседей, вот, мне пришлось второй, третий покупать, а куда деваться, так, напомните, пожалуйста, эффективность в холодильнике, при какой температуре должна быть, около нуля, а там уж как получится, дело в том, что холодильник весь ненадежный, за день 20-40 раз двери в тверце хлопнете, вспомните, надо ли периодично вложить песок, изначально было 7 к 1, ну, вот это цифры, а 7 к 1, 1 к 7 я называл, так, допустим, теперь, значит, у меня, допустим, как, вот, большой поддон, я туда насыпал, уже это было, неделю назад, я туда насыпал, высыпал, там, литра 2 косточек, слип, все равно не купят, вот, ну, если что, Сергею дам, значит, перемешал с сырым песком, да, где-то 7 к 1, полностью перемешал, а поддон, он же крышки не имеет, я, со своей помощи, заставил, несколько слов, полиэтрерной пленкой, закрыть сверху, так, и в холодильник поддон, а дальше буду следить, это просто от безысходности, теперь так, более надежный способ, берете 3-х литровую банку, а, или 2-х, широкое горло, почему, потому что с ним удобно работать, и туда песок, на него слой, или там, сколько, косточек, вдавили в него, прямо, или рассыпали, снова свой песок, и так доверху, смотря, сколько у вас косточек надо, все, накрыли крышкой, и там ему ничего не будет, но, влажность будет, но зато там может соприть, значит, время тут посматривать надо, и, увлажнять тут уже не надо будет, а надо будет, это, посматривать, и проветривать, вот такие дела, так, это если очень коротко, потому что я этот вопрос готовил, у меня есть фотографии, все еще повторим, так, на этом сайте Виктория, была другая фотография, академика, жаль, не сделал скрик, скрик, или что это, фото вы, вы из вашего сада, сменяли они ее, только после того, как я попросил, откуда, жаль, то есть получается, что у Виктории, и у Виктории было тоже, мое фото, да, я так понял, ну, ну и убрали они, что от этого у них теперь, врать перестанут, или вдруг, как кажется, что абрикосовый сад у них есть, вот если бы мне сказали, если ты ошибся, ложи голову на плаху, через пять минут, она будет валяться, где в мешке где-то уже, на помойке, я бы сказал, рискну, кладу голову на плаху, нету у них это, абрикосового сада, нету, придумали сад с академиками, если бы еще Алексей, я к вам лично обращался, а так, в принципе, ко всем, ну, вот, качество, как, спортивного интереса, ну, любой сайт, смотрите, там такие фотографии, и вы говорите, что это здорово, и запишите этот разговор, похвалить, скажите, да вы что, да это же не может быть, да какой у вас питомник, а сад, а можно я к вам в сад, а можно это, ну нет, нельзя запретить, ну с фотографией дайте саду, ну чтоб целая ветка, целое дерево, вот как это, поняли, да, это надо, ну иначе нельзя же так, всю страну добра, это что, мериться это надо что, мошенничество никому не надо, Валерий Константинович, вы пробовали замазывать место прививки мастика долна, то может в этом случае прививаемость будет лучше, место прививки, место прививки я не пробовал, знаете почему, это может быть хороший враг лучшего, я пользуюсь, это самое, такой, довольно мягкий, уже привык к нему, садовый вар, Богоркова, вот, аккуратненько замазал, вот, а Долматова, она, мне как бы сказать, она, мне кажется, для другого, вот Долматова, да, вот жаль они у меня кончились, вот, вот, а он мне предложил купить у него, а я не стал покупать, раньше-то мы дружили, вот я его раскручивал, а он мне это присылал, а покупать Сергей сказал, ладно, будем краской обыкновенной замазывать, ну и замазываем краской, а если, допустим, вы у него купите мастику Долматова, так, надо с ним проконсультироваться, он очень умный, грамотный, толковый мужик, он один из тех, которые, на которых Россия держится, таких у нас, это штучные изделия, вот Долматова, это штучные изделия, штучнейшие, вот, просто, знаете как, ну, почему-то не такие люди попали в Академию, а в Академии, возможно, они бы не раскрылись бы, а это, мастик Долматов, только один из его этих самых, один из его достоинств и достижений, а я пока прекрасно и пользовался, зима, мороз, режу черенки на продажу или на прививку, торцы замазываю, все, знаю, что туда уже никакая дрянь не попадет, кроме мороза, но тут уж, что делать, так, садовый вар, запечатать все это с высыхания, в данном случае, первый вопрос, удобство, второе, что будет с прививкой дальше, во время пространства и побега, ну, в общем, лучше, когда срез покрыт лапмастикой, ну, вот, мнение Сафронова, знаете, он постепенно уходит в лидеры, в российские, ну, и так, скромненько, вчера никто не знал, а завтра, ну-ка, на вскидку, хоть одного академика фамилию действующего, ну-ка, давайте, с Адом, с академиками, с абрикосами, ну-ка, а Сафронова уже знает полстраны, так, так, добрый вечер, именно это жирное пятно и разъедает кору дерево, жирное пятно, садовый вар в прошлый век и вред садоводству, после одного года используем ему через три года, садовый вар разный, мне даже писали, что все замазал садоваром, дерево погибло, ну, вот считать, что от вара погибло или просто погибло, и даже когда мажут, не от хорошей же жизни, здоровое дерево, что мазать, в общем, получается, мне, допустим, варьба горхова не мешает, я бы, наверное, заметил, если бы разъедала, ну, и времена меняются, а может, поделки появились, все может быть, ничего невозможно это, не угадать, не предсказать, вопрос ютуба, спрашивает Михаил Стешковой, добрый вечер, сколько может держать саженец, скотский абрикосов в квартире, и повлияет на марацойкость саженца, спасибо за обучение, ну, желательно не одного дня, значит, я саженцы, скотский, выращивал в квартире в течение двух месяцев на подоконнике, и стол вставил, большой стол вставил к подоконнику, и он весь был уставлен у меня горшочками, потом, они росли, как бешеные тараканы, я просто поражаюсь, что, сколько посадил, столько взошло, лучше из них к осени, ой, к осени, к высадке в апреле, а я их садил в январе, в феврале, в марте, но я рано статифицировал, это я сейчас, специально же, попозже, там, помните, называю цифру, февраль, да, вот, а раньше больше, они у меня начинали рано всходить, ну, я же учился, я же, это самое, как все, только учился на своих ошибках, не на книгах, и вот, получается, они начинают сходить, я их давай по горшочкам лихорад, они всходят, я в горшочке, они всходят, две-три сотни, весь в подоконнике, и все, и стол был, горшочком, ну, и врач приехал, привез, высадил в это, в сад все погибли, вот, с тех пор я родил, а потом я уже, знаете, я посадил, посадил и уехал, я же работаю на заводе, мне некогда, у меня работа не на межробный день, какая там черта это, потом смотрю, мертвые, ну, мертвые, мертвые, вот, самое интересное, что те, которые не сразу померли, они расти не стали, они в тепле побыли в февраль-март, высажены в апреле, расти не стали, сидят-сидят, сидят с листиками зелеными, а потом постепенно и сдохли все, все 200 или 300, вот так, а еще потом где-то я, ну, с задним умом думаю, надо было, это все равно резкий переход на солнце, другие условия, вот, и, получается, наверное, надо было их хотя бы притенять, вот, хотя бы, вот тут, конечно, я маху дал, может быть, сейчас бы и выживу, ну, в общем, у меня аллергия, точка. Так, Сафронов, Леонид, так, что тут написано, Леонид Чернобаев, друг Валерия Костиновича, как-то случайно купил садовый бар, о, он мне рассказывал, особо редкий, подтеки попадали на стволы, чернела кора, погибал камней, это один из тех отрицательных примеров, вопрос с выбором, правильно, Антон, так, новоростойкость, наверное, не повлияет, но на подоконнике растутся хилые деревья, правильно, что это за деревья без солнца, лучше погреба неделю продержать, проклють скот, чем на подоконнике, вот, абсолютно согласен, Александр, так, лучше погреба, мне постоянно этот вопрос мучает весной, караул, зашли, я и в горшки, что дальше, я говорю, хорошо успеваю сказать, в холод, обратно в холод, да, посадили, да, зашли, да, посадили в горшочек, но в холод, 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 так, по-моему, опыт тут такие, выросшие, вытянувшиеся деревья, сильно страдают от подопривания первую зиму, ну, наверное, это такое начало, это как ребенок пробирки, согласны, подходит такой пример, что вот эти вот деревья, которые начинают расти в искусственных условиях, без солнца, без этого самого, что это как ребенка пробирки, вырастите, надеемся, что он будет здоровый, по-моему, я пример придумал неплохой, так, Соловьева, Валерий Константинович, я сделал заказ на козыске со скидкой 20% после прошлого семинара, когда поступит информация о принятии заказов, отвечаем в течение суток, тут был момент такой, мы с Антоном попались на чем, где-то зависло на трое суток, а потом разом все пришли, и тут, конечно, сразу не удалось со всеми разобраться, вот, а вас я попрошу еще раз, там же, в этом же вот деле, каталог семян, там же, где вы обычно заказы, сделайте еще раз заказ, по идее, я со всеми рассчитался, вот, а если вам ответ не посох, что-то не то, а еще, у двоих не пропустил, что интересно, я-то получаю от вас письмо, и заказом, обратно пишу, заказ принят, стоит столько-то, номер квитанции, куча этих прикладываю, фильмов, а он пишет, не пропустил, все, вот так, вот, возможно, вы под это попали, еще два таких случая, или три, ну, может, три, и я не знаю, что делать, думаю, вдруг второй раз напомнит о себе, пожалуйста, еще раз туда же напишите, тот же заказ, тоже пишите, со скидкой, к вам скидка относится, выращивается на подоконнике, обычно теряет листья, целуюся врага, а потом, ну, да, ну, все тоже, о чем я говорю, прекращает рост, все верно, стресс, это при пересадке, потом грунт, все верно, Александр, так, о, плоскорез, Фокина, о, как он, спасибо, напомнили, ускорез, хорошая вещь, только не в саду, в огороде, да, там, пожалуйста, вот, в саду, вот, что только не выдумали, чтобы на дереве не росли, так, просьба, на каждом вебинаре говорить, что сейчас актуальность ставить на сертификацию, можно сразу на сертификацию, в конце вебинара, в принципе, я с вами согласен, вот, я постараюсь, Игорь, актуальность, зависит от региона, на это связано с вступлением благоприятного времени для посева, с этого года никто не будет знать, где это время, вот, я захотел человеку в дворе, потому что плюс, прививать, что будет дальше, единственное, еще раз говорю, ни количество деревьев, ни количество почв, с этого начинается новое садоводство, за что меня ненавидят, я вот понять не могу, так, в нижнем плюс пять лужи, ой-ой-ой, крещение, лужи, такого не было, по-моему, раньше никогда, моржи могут не только окунуться, но и поплавать, позагорать, да, ты плюс пять поплаваешь, позагораешь, и такой земле подзимный посев рискован, нужно сфиксировать холодильник, да, в такой земле, она, знаете как, когда часто не всходит, садят осенью, а вот и весна не всходит, я в таких случаях подрезаю мишей, и вот эти вот перепады температур, плюс-то, минус, плюс-то, минус, еще осень, а надо думать, что уже весна, семечка, потому что несколько перепадов, а так не должно быть, а тут плюс-десять, минус-десять, плюс-десять, минус-десять, хоп, лопнуло, а впереди зима, и прощай. Так, идем дальше, у меня в этом году ни череша, ни слива, ни виша, ни портуют вообще, ого, тратировал холодильники, правда, с января, с января должны были, у меня, вот смотри, я даже вам показывал, на многих вебинарах, во многих фильмах, вот, как чуть проворонишь, да, где-то уже май-июнь, все, сплошь одни корни, переплетение корней, а тут ни одного, что-то тут не то. Так, если это мое, то у меня не бывает брака, вообще, вообще не бывает. Вообще, у вас ничего не взошло. Так, ну, для вашего случая, может быть, надо бы в декабре, раз вы обожглись на январе, но, вы же знаете, прекрасно, я же фотографии, эти самые, не стираю фильм, а не стираю письма, которые, там, гостевой, в основном, у всех сходят. Не у всех все, но, в основном, сходят, поэтому, вот, ваш случай какой-то особый. Ну, давайте, хотя бы, умозрительно. Два варианта, сильно влажно сгнили, с виду нормальная, обзойти уже не могут, просто сгнили. Вот, второй вариант, не хватило влаги, я про это собираюсь говорить, обычно выглядит так, но, обязательно, сходят 2-3-4 из 10. Это, когда эффект кукушки, они берут, начинают воевать семена, они же в сжатом пространстве, им не хватает влаги. Вот, всасывают влагу один, который ближе или сильнее, или как, вот, ему хватает, он выпускает корешок, лопается оболочка. А остальное, так и это, а здесь вообще, допустим, если, в принципе, совсем мало было песка, и так, запросто может быть, так мало, что, у них, они без влаги, они проснуться не может никогда. Да, вот, они пропитываются влагой, они как губка впитывают, всасывают в себя ее так, начинается увеличиваться, этот самый, сама середка, ядрышко, оно увеличивается, увеличивается, заполняет полностью все пространство, у нее страшная сила. Потом, чуть ли не с взрывом, как у лимона, как у гранаты, разлетается в разные стороны, я всегда удивляюсь, кто бы этот момент бы зафиксировал. Потому что, я когда обычно, часто вижу, эту, половинки, те же абрикосовых этих скорлупок на расстоянии 3-5 сантиметров, этого не может быть. Думаю, что, понимаете, это ж какая сила была, что разорвало. А чтобы эта сила была, нужно влаги столько, чтобы, чтобы разорвало. В общем, дальше можно не говорить. Или недостаток, или перебор. Видимо, это ваш случай. Так. Я, а, вот, абрикосы проснулись. Абрикосы самые вредные, кстати. Абрикосы вредны не на всхожесть, не на просыпание. Они вредны, что сильно рано просыпается. Вот это вот. Ну, хорошо, хоть где-то проснулись. Так. Антон пообщаться собрался. Это здорово. Для этого мы и собрались. У меня тоже не взросла ни вишня, ни черешня, ни слива сортина номер 4 от крупных. Может, и слив зайдут. А, в смысле, на второй год запросто могут зайти. Если их мыши не съели, если они не это самое, не были, не взошли по причине сгнившими. А вот, когда они недоовлажненные, да, они могут зайти в этом позже. Там по срокам все понятно. Это советует видео посмотреть. Рано сходить, это понятно. Так. Выращиваю сельсы на балконе не первый год. Тут же они проходят закалку, горстки не вращая. Если даже перемещаясь с места на место, высыпаю в сторону света. Я усажу, как можно, раньше, но прикрываю первые две недели лапником или несканным материалом от солнца. В прошлом году в овосте, видишь, заширен, вымахал больше метра. Ну, вот правило. Ну, балкон, я не знаю. Застекленный балкон, это плохо, это почти квартира. А если открытый балкон, ну, что ж, неплохо. Так. Добрый вечер. Делаю заказ скидкой в начале недели. Сообщение не пришло. Какого-то ванного это-то. Так и не поняла. Приняли заказ или нет. Вообще, все, кто ко мне... Ну, в общем, Анна, наверное, повторите еще раз, пожалуйста. Может, ответ к вам не пошел. Я уже говорю, он где-то у троих не пошел обратно от меня. Почему, непонятно. Я уже жалился и Антону Валерьевичу. Еще два человека, и так стати. Еще у меня лежат две посылки в этом холодильнике. Ведь я же умудрится прислать деньги. И уже я которую неделю умоляю несколько раз. Ну, пришлите адрес. Ну, пришлите. Ну, сколько лежать-то будет. Уже распаковывать пора. А так все любовно было сделано. Адреса умудряются не прислать. Ну, индексы само собой забывают. Отчества само собой забывают. Но когда не прислать вообще адрес. А потом еще и обиды бывают. Так. Поэтому давайте так рассуждать. Значит, все, к кому это... Все, у меня когда пришло вдруг разом за 3-3 суток все сообщения, я целую ночь сидел, но я всем ответил. Посмотрите по срокам, когда я отвечал, да. И вот, вот эти два человека, или три, может, четыре. Пожалуйста, просто повторите заказ, ладно. А я постараюсь ответить. И всегда телефоны. Я рад перезванивать. Я за телефоны сколько переплачиваю, только чтоб мог с утра до вечера с вами говорить. Ну, пожалуйста, прислайте телефоны. Ну, как так? Ведь прошу же, прям в этих пишу. Пришлите телефон. Вот, видите, я на вас напал. Не только вы на меня. Так. Сколько носит цирк на журскорях? Понятия не имею. Но два месяца это... Скорее, это Гагаря застряла, но я никогда не учу тому, чего никогда не делал сам. Так, Анна, так что давайте еще от вас жду. Так. Анне советует видео посмотреть. Комментарии в YouTube, Алексей и Узоров. Здравствуйте, Олег Христиныч. Я пытался людей повернуть в вашу сторону в чате клуба «Сияние». Меня предупредили, все комментарии, что я удалили. Я говорю, а это просто удивительно. И вот что интересно, да, мне всегда нравятся те... Вот как тот дядя Ваня, да. Ему не нужно, чтобы это самое. Ему лайки нужно. Он ради лайков готов позориться. Он готов выглядеть кем угодно. Но только, лишь бы только что. Этот, как тот же, я пример, когда Киркорев дал по лицу кулаком этой. Вот. Журналистский. И она за провокационный вопрос. Вся страна узнала про нее, бедную, с фонарем. И этот, у него тоже повысилась, как называется, посещаемость у Киркорова. Так и тут. И вот когда вдруг просто удаляют, я не знаю, что за клуб «Сияние». Вот. Может быть, кто-то мне напишет о это. Я хоть посмотрю, что же за такое «Сияние». Почему там не нужно это, знать, что деревья совершенные, что лишние ветки нельзя, что любая отрезная ветка – это снижение бороза. А это-то как не понять? Ну, я говорю, как нельзя понять, что, сделав рану, уменьшается морозостойкость? А? Появляются те самые волчки, которые ненавидят, которые опять надо урезать, еще снижать борозостойкость. Что же за клуб-то такой? Ведь я же ни на кого не нападаю, я это самое. Я имею в виду, нападаю только на тех, на мошенников. Вот действительно. Если, извините, у вас нет, я, это, абрикосов сада. Если вы мои фотографии используете. Ведь вы же людей дурите. Они же правда думают, что это? Что вы им вышлите это? Вы же видели, что выслали. Наталья, что выслали. И вот тот ролик, где этот, академик дебильный этот, саженец. Вы еще ролик-то не открывали. Вы слышали, как он его материл этот? Так. Как опылять плодово-ручную? Это возможно? Да, конечно, возможно. Чего-то хитрого. Только я вас не буду сейчас этому учить. Потому что я учу другому. Деревьев должно быть столько, чтобы они все перепылили друг друга. Потому что я объясняю. Одно. Да невозможно взрослое дерево вручную опылить. Если вы не селекционер. Хотите, опыляйте. Дело-то там. Ну, это настолько элементарно, что говорить не это. Не тот случай. Вот. Просто, если одно дерево опылитель, второе опыляемое, то это дерево попало под заморозок. И второе пустое. Оба пустые. Ну, согласны? Оба пустые. Тогда надо третье. А где гарантия, что три они опыляют друг друга? Если два из них под заморозок. И даже один под заморозок. Уже связь разбита. Вот. Между ними. Значит, четыре надо. А у них еще и лично. Вы знаете, что даже те, кто отрицает вегетативную гибридизацию, прививки, вот, они что, они прекрасно знают, что существует ряды опылителей, таблица опылителя. Вот стоят рядом два дерева. Обе яблони. И черт из два, они опыляются. И на той нет, и на этой нет. Они нормальные вообще, прекрасные. Можно они совершенно разных мест. Где-то родина в них расползалась на тысячи километров, они стали индивидуальны. У них появилась генетическая несовместимость. А есть еще причина уже чисто женезовская, только не хочу говорить об этом. Я просто хочу сказать. Вместо того, чтобы опылять вручную, заводите нормальный сад. А как вручную, эта информация не секретная. В интернете ее полно. Я это называю работой с презервативчиками. Презервативчики это эти самые, марлевая ткань. Так. Как же. Жалко. У меня приготовлена для вас одна фотография на эту тему, но в следующий раз обязательно мы до нее дойдем. Так. У нас на Северном Кавказе зона рискованного земледелия. Где ее нет? Она в Крыму. Вы знаете, там было минус 30, пару лет назад. Вы знаете, как это с ужасом показывали температура почвы минус 30 на почве. и люди бодро докладывали. На Кубани померзли половина персиков, одна треть яблонь, ну и пошло-поехало. Это еще первое впечатление такое было. Это не зона рискованного земледелия. Она в расставе, в котором оказывается, я потом поглядем по карте, елки-палки, и точно, вот, если идет с запада на восток, и идут эти тучи из Гольфстрима, из этого, то, что мы называем атлантические эти, циклоны, а они как раз, они не попадают точно на это. А мы-то растоп-то это оказывали, я-то думал, это Африка. Ну вот, век живи, век учись. Оказывается, не так-то все просто. Там, разумно, не рискованно, если там вообще дождей не выпадает. А в этом не рассказывали. То же самое, в Калининграде, то вот. А тут оказалось, что по Сибири вообще снег не выпал. А это что такое? Даже то, что было, и то померзли. Как-то Сибирь без снега. Так. Я написал в шесть питомников 4 сентября. У них ваши фото, но другие названия. Вот видите, что надо. Тут надо бы это, они отвечать не будут. Это Алексей, это 100% ясно, что они мошенники. Они без нас, без вас они знают, что они мошенники. Как это, телефонный разговор записать, вот это. А я потом бы уже, конечно, поизгорелся бы. Ну раз в моей фотографии, имею право. Я же не тащу их в суд, по идее-то. А они же, это самое, на авторские права посягнули. А мошенничество даже не в том, что мою фотографию воруют, а в том, что люди, это, воруют деньги у них. Люди правда думают, что это роскошь, которая у меня, что это вот там растет, питомника. А вместо питомников давно эти магазины. Так. Как у вас вредители? Вредители есть, но они к минимуму, они от чего зависят. Вот жалко, а сейчас... Ну для этого будет следующий вебинар. Давайте я пропущу этот вопрос. Потому что минимум вредителей, это когда почва здоровая, когда дерево не искалится. У меня есть фотографии, все приготовлено, но не успели мы. Давайте на следующий вебинар, чем на пальцах лучше показать. Вот. То, что за ними не ухаживают, это еще... Это тоже плюс огромный. Потому что уход подразумевает как раз увечивание. Так, Наталья. У нас глинистая земля, хотим посадить саженцы на холмы. Есть большая куча песка. Можно ли саженцы посадить на холмы из песка? Нет. Зачем с кралицы в кралицы? Тут глина, а там песок. Вот возьмите эту глину с песком, перемешайте и садите. Если другого ничего нет. Пополам. Ну и потом надо смотреть, потому что я же не вижу вашу глинистую землю. Может она когда сильно жидкая. Может она будет так быстро выветриваться, так быстро терять влагу, что на ней, на этой куче ничего расти не будет. Это так, общий совет. Разбавить глинистую землю песком. А вот пропорции тут уж как-то сами соображайте. Хочу поделиться небольшим опытом по спасению плодовых деревьев. Растет яблоня в низком месте внизу пошел грибок. Ага, ну а правильно? Я удалил ножом белый нарост и затем обмазал синий глиной дали бинтом и снова синяя глина. В результате яблоня летний сорт спасена цветет плодоносит. Вот. не буду с вами спорить. Процесс завершен. Вот. Белый нарост и гриба когда вы срезали, это конечно еще не искалечение деревьев. Вот. Потому что если там осталось целое карат, то ладно. Вот. Потом сколько будет плодоносит еще непонятно сколько лет. Но я бы сделал бы не так. Грибок я бы не трогал. Грибок надо сделать так чтобы он исчез сам. Для этого опять же сделать так чтобы проветривание было. Может раздербанить это углубление. Вы же сами написали в низком месте. Да. Может отвезти воду если она там скапливается. Вот. Но в целом пусть цветет плодоносит но это самое возможно что если бы ничего не делали она была бы так же и так же бы и цвела и плодоносила без ваших бинтов без вашей глины. Скорее всего так и было бы. Главное проветривание 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 грибы это тепло это сыро это темно все что требуется то что мы им обеспечиваем. так сияние сами торгуют покупными растениями вырученными им не нужна конкуренция а почему конкуренция если бы их если бы их эти читатели как их там кто туда входит посетители на этот сайт если бы они не 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 калечили потом деревья ну в общем если бы мне пришло эти сияние ну ничего кого не банили залезался значит посмотрим что там за сияние посмотрим какая у них агротехника вот если они действительно знают про меня значит они меня должны ненавидеть если торгуют покупными если они перекупщики что вы хотите перекупщик ему уже с любой скажет а вот железов сказал пятнышки поставьте а вот у Сергея железов пятнышки да еще по честному не задним числом вот а перед продажей пятнышки чтобы уже выкопал так уже знаешь где им где хер и где корневая шейка конечно они не любят им наверняка уже не раз мордой тыкали раз они перекупщики но все равно посмотрим если кто-то пришел мне их адрес ну что друзья вроде все я смотрю что-то разговорились самое главное вот каталог Семен Валерий Железов вы думаете я зря вам показывал эти свою элиту это же не шутки это это его не сияние это настоящее этот самый так Алексей Виноградов потом скопируйте мне на мою почту я тут когда выйду отсюда я уже сюда не попаду наверное такой я тупой что касается покупка Семен вот конечно молодцы молодец человек из Крыма который сразу подкупил меня своей решительностью и почему-то мне кажется да горы да там теплей намного но у нас в Сибири вообще нет этих в этом году зимы нету это невероятно это никогда не было вот а там может оказаться так что они прекрасно приживутся а их то не это ведь что-то там творится на небе надо быть готовыми вот к этому я вас призываю и с вами на сегодня прощаюсь 3 часа и стекло до свидания друзья до вот нажимайте на каталог семян и в следующую субботу мы снова будем встречаться потому что половину информации по грошам вы еще не знаете вот а заодно и все остальное до свидания я